Жизнь в 21 веке можно без преувеличения назвать удивительной. Мы привыкли к смартфонам, с помощью которых можно выйти на связь из любой точки мира, и искусственному интеллекту, который выбирает за нас то, что мы будем читать в новостной ленте. Большинству из нас трудно даже представить то, каким мир может стать уже завтра, а говорить о перспективах на ближайшие десятилетия и вовсе кажется бессмысленным. Представьте, что, воспользовавшись криокамерой, вы проснулись через сто лет. Какой стала картина нашей реальности? Остались ли на Земле люди? Или к этому времени мы уже окончательно переедем на Марс? В силу относительно небольшого расстояния до нашей планеты и природных характеристик, которые схожи с Землей, Марс является самым вероятным из кандидатов на основание колонии людей в обозримом будущем. Если не брать в расчет Венеру, выжить на которой у нас вряд ли получится, путешествие к красной планете с Земли требует наименьших энергетических затрат. И даже несмотря на то, что человек не сможет пребывать на поверхности Марса без защитного снаряжения, условия на этой планете все равно являются гораздо более пригодными для заселения по сравнению с другими ближайшими космическими объектами. Основной целью при планируемой в нашем веке колонизации Марса является создание там постоянной базы для научных исследований планеты и ее спутников. В перспективе такая база может быть использована для возможной колонизации пояса астероидов и других более дальних планет Солнечной системы. При этом Марс может оказаться достаточно богат минеральными ресурсами, а из-за отсутствия свободного кислорода в его атмосфере на нем становится возможно наличие богатых месторождений самородных металлов, таких как медь, железо, вольфрам, рений, уран и золото. На данный момент основным препятствием для реализации проектов, направленных на колонизацию Марса, является сложность в осуществлении быстрого и недорогостоящего перелета хотя бы одного экипажа колонистов. А переправку на Марс целой базы с необходимыми ресурсами и техникой пока что трудно даже представить. Наверняка каждый из вас знает о том, что в 2016 году генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск поделился планами на освоение Красной планеты и представил проект межпланетной транспортной системы, предназначенной для колонизации Марса уже в нашем столетии. Ее основными компонентами являются возвращаемая ракета-носитель, межпланетный космический корабль для транспортировки людей, а также модификация для дозаправки корабля. Концепция системы основывается на нескольких ключевых технологиях, а именно на возможности многоразового использования ракет, специальных танкеров для дозаправки кораблей на орбите и использовании метана в качестве топлива, которое можно получать из воды и углекислого газа прямо на Марсе. При этом все двигатели останутся химическими, а ионные или ядерные варианты, о которых я уже рассказывал вам в прошлых видео, на данный момент пока не рассматриваются. Ракета под названием Starship, на которой полетят будущие колонисты, должна стать самой крупной из всех тех, что когда-либо были созданы человеком. Ее высота достигнет 118 метров, диаметр 9, а стартовая масса будет равняться 5000 тонн. Starship будет состоять из двух частей – космического корабля и ракетного ускорителя под названием Super Heavy, который необходим для преодоления силы земного притяжения. На обеих частях в сумме будет 43 ракетных двигателя. Внутри корабля компания планирует разместить грузовой отсек с возможностью выводить на орбиту до 100 тонн груза. Starship сможет садиться на практически любую плотную поверхность в Солнечной системе, и внутри будет содержать около 1000 кубических метров герметичных площадей, в которых будет возможно размещение 40 кабин экипажа, больших зон общего пользования, складов, кухни, а также убежища для защиты от солнечных вспышек. Ранее Илон Маск уже заявлял, что Starship станет самым сложным проектом для SpaceX, и компания собирается сосредоточить вокруг нее все имеющиеся ресурсы. Первым этапом на пути к освоению Марса в 2018 году стала постройка космодрома в Техасе, на котором будут осуществляться запуски ракет-носителей и испытания новых разработок. Выбор в пользу Техаса был обусловлен тем, что SpaceX сможет транспортировать гигантские части ракеты к месту сборки прямо из Лос-Анджелеса. Кроме того, власти Техаса охотно оказывают финансовую поддержку компании, так как космодром представляет штату большое количество новых рабочих мест. Самой же важной причиной постройки космодрома именно в этом месте можно назвать тот факт, что Техас находится в южной части США. А близость к экватору в перспективе поможет значительно сократить затраты на топливо, так как вращение Земли будет придавать существенное ускорение ракетам при запуске. Испытания будущих межпланетных ракет начались еще в 2019 году. С тех пор успешно было проведено испытание первого прототипа. Второй прототип прошел проверку на герметичность, третий протестирован с помощью наддува ракеты жидким азотом, а у четвертого была проверенная конструкция нижней части корабля. Последний эксперимент, в ходе которого пятый прототип испытывался под воздействием криогенных температур и высокого давления, был проведен в начале апреля 2020 года. И на данный момент компания намерена продолжать тестирование и разработку новых версий ракеты. Когда SpaceX завершит все испытания, Илон Маск планирует начать следующий этап. Он будет заключаться в том, что Starship должен будет сначала совершить облет вокруг Земли, использовав весь запас топлива. А затем к нему отправятся космические танкеры, которые заново заправят ракету, после чего она отправится к Марсу. Предполагается, что подобные запуски будут осуществляться раз в два года, когда расстояние между Марсом и Землей становится минимальным. Исходя из этого, лучшим временем станет лето 2022 года, а сам полет может занять от нескольких месяцев до одного года. Таким образом, посадка корабля на поверхности Марса может состояться уже в начале 2023 года. В рамках первых полетов к Марсу будут отправлены припасы и оборудование, которые потребуются при дальнейших миссиях. А также должно будет быть подтверждено наличие запасов воды в тех регионах планеты, которые в настоящий момент представляют ключевой интерес. Третьим этапом станет отправка экипажа, который при самых оптимистических расчетах прибудет на Красную планету уже в 2025 году. Для строительства первого марсианского поселения людям, прибывшим на Марс, потребуются источники питания, оборудование для добычи воды, а также системы для переработки местных ресурсов в топливо и кислород, необходимые для возвращения обратно на Землю. Первые люди на Марсе должны будут заложить фундамент для будущей марсианской инфраструктуры. Например, построить посадочную площадку для более безопасного прибытия следующих пилотируемых миссий. Первые корабли, вероятнее всего, будут служить в качестве жилищ для астронавтов. А постоянная марсианская база, по словам Илона Маска, возможно, будет готова в 2028 году. Предполагается, что марсианский жилой модуль должен обеспечивать достаточную защиту от радиации, предотвращать попадание марсианского песка внутрь и поддерживать комфортную для жизни температуру. На данный момент существует несколько моделей марсианских жилых модулей, которые уже проходят испытания в пустыне Гоби, на склонах гавайских вулканов и в Аризонской пустыне. Заключительным этапом колонизации станет строительство первой марсианской колонии, в которую будут входить станции по добыче топлива, теплицы для выращивания еды и все те необходимые приспособления, без которых люди не смогут выжить. Затем Илон Маск надеется отправить на Марс около миллиона человек. Причем стоимость билета, по его словам, не должна будет превышать 200 тысяч долларов. Глава компании SpaceX уверен, что при удачном исходе событий, жизнь на Марсе не будет сильно отличаться от жизни на Земле, и будущие колонисты смогут посещать все те же пиццерии и даже марсианские бары. Теоретически существует вероятность того, что люди на Марсе не всегда будут жить в холодной пустыне. На данный момент SpaceX также разрабатывает концепцию, которая предполагает возможное терраформирование Красной планеты в далеком будущем. Для этого людям придется найти возможность растопить имеющиеся на полюсах Марса ледяные шапки, которые богаты углеродом, и, возможно, смогут запустить гипотетический процесс терраформирования. Если же такого не произойдет, колонисты будут вынуждены работать при атмосферном давлении, которое составляет менее 1% от земного. Из космоса их постоянно будет атаковать сильная радиация, которая, ввиду отсутствия атмосферы на Марсе, практически беспрепятственно достигает поверхности. Эти люди не смогут находиться там без специального оборудования и очень защищенных скафандров, а построение комфортной для жизни колонии будет напоминать им лишь борьбу за выживание. В ходе своего недавнего обращения Илон Маск традиционно сравнил колонизацию Марса с заселением Америки. Он также добавил, что, к сожалению, сегодня нет никаких гарантий того, что первые колонисты смогут вернуться на Землю. Возможно, в ближайшие несколько лет ученым все же удастся найти способы адаптироваться к марсианским опасностям. А может быть, именно первым колонистам придется совершить это открытие. И их вклад заложит прочный фундамент для развития жизни на целой планете. Подобные перспективы не могут не удивлять, и именно поэтому я рассказываю про них вам, дорогие подписчики. Каждый новый выпуск на канале Космо — это большая работа, и она требует времени, сил и мотивации, которую создаете вы, ставя нам электронные лайки. Если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте нажимать на кнопку подписаться под этим видео. И тогда каждый из нас хотя бы немного приблизится к прекрасному миру нашего будущего. Субтитры сделал DimaTorzok